Слава Украине, привет всем от Полонского. Доброе утро. А утро действительно доброе, потому что на болотах сегодня жабагадюкинг. Это я называю так. Итак, в ростовском СИЗО произошло нечто... СИЗО это следственный изолятор, кто не знает. Произошло нечто, что не может, как говорится, не греть душу. Потому что если на России, на сегодняшней, что-то идет не так, значит все хорошо, значит все правильно, так и должно быть, только еще лучше. Итак, сегодня утром на России, на болотах, в ростовском СИЗО шестеро игиловцев захватили следственный изолятор. Захватили вертухаев. И вот сейчас выдвигают незаконным московским властям какие-то свои требования. Поймите меня правильно, ни малейших симпатик игилы у меня, конечно, нет и быть не может. И ни их идеология, ни их политика, ни их практика меня не привлекают от слова вообще. Это... Ну тут не о чем даже рассуждать, да? Но! Я отношусь к этой всей ситуации по очень простому принципу. Враг моего врага, да? Я не говорю, что это мой друг. Но любопытно понаблюдать. Вот так вот, ни более, ни менее. Да, так, значит, захватили они СИЗО, выдвинули требования путинской банде. У них они вооружены какими-то заточками, я так понимаю, чем-то типа шила, еще чем-то. Сумели расшатать каким-то образом решетки на своих камерах. И, собственно говоря, таким образом вышли из камер и смогли напасть на путинских вертухаев, которые их там охраняли. Надо сказать, что у этих игиловцев, скажем так, выбор был не особо велик. Действие. Почему? Потому что там им дали, я не знаю, справедливо, несправедливо. Российский суд им дал кому 18 лет, кому еще больше тюрьмы. То есть, ну, без вариантов, да? С их точки зрения, видимо, что-то надо было делать. Может, не надо, я не знаю. Но вот при таких сроках, как говорится, у человека тормоза уже срывает, и дальше все идет по накатанной. Затребовали они у расшистов транспортные средства и возможность выбраться, уехать из так называемой России. Ну, вот так. Значит, чем там все кончится, пока что неизвестно. Перекрыто полгорода там на Ростове. Стянулось полицаев много, эсэсовцев этих, гестаповцев путинских со всех сторон стоят. Значит, пытаются поймать этих, ну, поймать. Пытаются, значит, освободить своих коллег-гестаповцев там внутри этих вертухаев. Вот. Ну, а игиловцы стоят на своем. Да, ссылочка на видео с игиловцами и с этим в СИЗО, снизу в описании к данному ролику. Можете перейти полюбоваться, там интересно. Вот. Значит, ну, что сказать. Игиловцы выглядят совершенно спокойными, понимаете. Вообще, вот их разница с обычными заключенными та, что у них есть, как вам сказать, у них есть стержень. Да, если вот обычный заключенный, ему что, бабки давай? Ну, так я понимаю, да. Там, в основном, обычный заключенный получается, либо это несчастный случай, вот он ДТП. Да, несчастный случай, он где-то по пьяни ехал, ну, вот попал. Ну, какая там идеология? Просто так вышло, и он, бедняга, попал в эту вот переделку. Еще, не дай бог, кого-то зацепил. Либо же воровство, но это корость, корость тоже никакой идеологии. А у этих религий, это самое жесткое из идеологий, да, и они совершенно не боятся ни смерти, ничего. Поэтому в плане освобождения вертухаев, вот эта задача очень сложная. То есть, они не боятся, что их умеют. От слова вообще, они абсолютно не волнуются, они абсолютно готовы ко всему, что может произойти. То есть, это так выглядит, ну, по крайней мере, по тем видео, которые сквозят. Рашистских пропагандистов там. Ну, а мы будем за этим всем наблюдать. Еще раз говорю, чем больше вот у них будет таких инцидентов, скажем так, тем быстрее расшатается путинская незаконная власть. Тем быстрее завалится враг человечества, современная Россия. А значит, это, а значит, вот любые такие действия, которые происходят на России, ну, имеют в себе какое-то там позитивное ядро. И не могут, собственно говоря, не радовать весь земной шар. Все будет Украина.